Обзор чрезвычайных происшествий на Якутии 24. В студии Александр Зубехин. Здравствуйте. По предварительным данным среди погибших пассажиров Ан-26 упавшего из Сирии был наш земляк из Якутии. Напомню, российский борт потерпел крушение при посадке на авиабазе Хмеймим недалеко от сирийского прибрежного города Латакия. Всего в авиакатастрофе погибли 39 человек. Из них 6 членов экипажа, остальные пассажиры. Имя погибшего якутянина пока неизвестно. Тюльпанов не будет. Предприниматель из Якутска стала жертвой интернет-мошенников. В полицию обратилась девушка, которая сообщила о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее 150 тысяч рублей. Опытный предприниматель нашла интернет-сайт по оптовой продаже цветов. К Международному женскому дню она решила заказать партию тюльпанов из Москвы. Менеджер магазина сообщил женщине, что заказ будет отправлен только после полной предоплаты. Девушка согласилась с условиями. Перевела на указанные ей реквизиты со своей банковской карты 150 тысяч рублей. Однако исполнение своего заказа не дождалась. Позже телефоны интернет-магазина стали недоступны, а интернет-сайт перестал функционировать. После чего потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка. Фонтан в подъезде. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 марта около 2 часов ночи. В Якутске в объектив видеокамер попали две неизвестные девушки, которые произвели манипуляции системой водоснабжения в доме по улице Германа Титова 2.3. В результате чего кипяток под давлением хлынул вверх и затопил подъезд. Жильцы не могли выйти и зайти в помещение общего пользования. После того, как девушки совершили запланированные, они сели в автомобиль, поджидавший их у подъезда. И благополучно скрылись. Номер автомобиля удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. В результате такого странного поступка лифт временно вышел из строя. Людям пришлось подниматься на свой этаж пешком. Подъезд дома требует ремонта. Насколько известно, жильцы дома пока не подавали заявление в полицию. Видимо, ожидают, что злоумышленницы добровольно возместят ущерб. Пешеход до сих пор без сознания. Вчера на Намском тракте произошел ДТП. Сбили человека. Установлено, что на 13-м километре Намского тракта водитель 52-х лет, управляя автомашиной Toyota Corolla, совершил наезд на пешехода, причинив ему травмы. Бригада скорой помощи доставила мужчину в районную больницу номер 2. На данный момент пострадавший находится в бессознательном состоянии. Водитель Corolla пояснил, что он следовал на своей автомашине со скоростью 50 км в час по Намскому тракту в направлении поселка Жатай. По правой полосе движения с включенным ближним светом фар. На 13-м километре Намского тракта вдруг почувствовал удар спереди и увидел человека, упавшего на его капот. Тут же остановился, вышел из машины и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медицинская судейственная, проведенная в кабинете врача-нарколога, не выявила водителя факту употребления алкогольных напитков. На данный момент в госавтоинспекции города Якутска проводится административное расследование, по окончании которого будет принято законное решение по данному транспортному происшествию. Госавтоинспекция города Якутска напоминает всем участникам дорожного движения, что переходить проезжую часть следует строго в установленных для этого местах. На пешеходном переходе разрешается сигнал светофора. Безответственный водитель в объектив фототехники попали шокирующие кадры. В городе Якутске в районе залога автомобиль светлого цвета едет и тащит за собой нечто похожее на самки, но не пустые. В них, судя по силуэту, сидит ребенок. Очевидно, что если это действительно так, то данный факт является грубейшим нарушением правил дорожного движения. На настоящий момент владелец автомобиля не установлен. И снова пожары. По данным МЧС, за минувший день произошло три пожара. В селе Бахсы Черопчинского района на улице Нагорная огнем поврежден гараж и баня по всей площади 60 квадратных метров. В городе Ленск Ленского района на улице Интернациональная пожар повредил гараж и автомобиль по всей площади. В селе Барагонцы, усть Алданского района, от огня пострадали стены дома изнутри на площади 12 квадратных метров. Причина виновный и ущерб устанавливается. Оружия много не бывает. Росгвардия изъяла 79 единиц оружия в Якутии. За один день рейда, проведенного с сотрудниками Росгвардии и правоохранительными органами, на территории республики проверками охвачено 790 владельцев огнестрельного оружия, передает пресс-служба управления Росгвардии по республике Сахая-Якутия. В ходе мероприятия выявлено 47 административных правонарушений. Изъято 79 единиц оружия, в том числе 25 в связи со смертью владельца. Добровольно гражданами сдано на возмездной основе 25 единиц оружия. От любви до ненависти один шаг ночью 4 марта на территории кафе, расположенного на автодороге Колыма, произошел конфликт между 29-летним уроженцем Нюрбинского района и его девушкой 28 лет. Пара имеет общего ребенка. Установлено, что в ходе ссоры мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил кухонный нож и нанес подруге несколько режущих ударов по различным частям тела. Затем, приставив нож к горлу, потерпевший угрожал ей убийством. В этот момент в помещение кафе зашли несколько мужчин, которым удалось обезвредить нападавшего. Вскоре новоиспеченная ТЭЛа был задержан сотрудниками полиции. По ранее распространенной в социальных сетях информации о происшествии в одной из чайных, расположенных на границе Мегино-Кангаласского и Чуропчинского района, в результате которых пострадала 28-летняя женщина, следственным отделом МВД России по Мегино-Кангаласскому району возбуждено уголовное дело. Ножи не помогли. В Нидерландах взрослый мужчина, вооруженный двумя ножами, ворвался в колледж. Ученики учебного заведения не дали себя в обиду и отбили атаку нападавшего. Вооруженный человек понял, что ножи никого не напугают и стал убегать. Однако молодые люди бросились в погоню. Мужчина в итоге задержали сотрудники полиции. В ходе атаки никто не погиб. Такова хроника происшествий к этому часу. Удачи вам! Музыка Музыка Музыка